В столице с рабочим визитом прибывает заместитель министра иностранных дел Италии Манлео Ди Стефано. И у нас появилась уникальная возможность побеседовать с ним на тему, каким он видит развитие двусторонних отношений между Узбекистаном и Италией. Добрый вечер, мистер Ди Стефано. Добрый вечер, Фахредзин. Добро пожаловать в Узбекистан. Большое спасибо. Для меня это удовольствие. Как вы рассматриваете проводимые широкомасштабные общественно-политические и социально-экономические реформы в Узбекистане за последние два года? Когда я начал изучать то, что происходит в Узбекистане, я был весьма впечатлен. Зарубежные страны очень интересуются широкомасштабными реформами, которые проводятся в Узбекистане. И это одна из причин того, почему я здесь. Думаю, что поскольку страна открывается миру, происходит изменение во всех сферах для улучшения жизни населения. Мы должны создать своего рода мостик между нашими обществами. Италия заинтересована в восстановлении политических контактов с Узбекистаном, а также между народами двух стран. Как вы охарактеризуете состояние узбекско-итальянских двусторонних отношений? Какие для Италии направления являются приоритетными во взаимодействии с Узбекистаном? Я думаю, что экономики двух стран взаимосвязаны. Я имею в виду, мы лидеры в определенных отраслях экономики. Допустим, в производстве оборудования для сельского хозяйства, фармацевтической, химической, нефтегазовой сферах и многих других. Считаю, что у Узбекистана есть много возможностей укреплять и расширять собственные возможности. И так это должно стать фундаментом в развитии отношений в общественно-политических и социально-экономических сферах. Также думаю, что в будущем мы можем делать упор и на долгосрочное сотрудничество, то есть проводить больше культурных мероприятий, ознакомления с историей и достопримечательностями двух стран, то есть укреплять отношения между народами. А если сделать акцент на настоящем? В таком случае существует два основных шага. Первое – установление даты для межгосударственного форума между Италией и Узбекистаном. И второй – он уже близок к реализации. Стратегическое соглашение между ЕС и Центральной Азией. Правительство Италии ответственно за организацию рабочей группы по водным ресурсам и экологическому руководству. Думаю, что учитывая историю и географическое расположение Узбекистана и Италии, у нас много общего. И в ближайшем будущем нас ожидают эти два мероприятия. Хотелось бы узнать ваше мнение о перспективах дальнейшего партнерства между двумя странами на международной арене. Продвижение каких вопросов могло бы способствовать реализации интересов двух стран? Первое, что надо сделать, это восстановить политический диалог. Я имею в виду, что уже 18 лет не было прямого диалога между главами двух государств. На правительственном уровне уже 7 лет. Когда речь идет об экономике, первое, что необходимо, это взаимодоверие. Поэтому я и здесь. И даже предприниматели интересуются Узбекистаном каждый день, чтобы инвестировать в страну. Это итальянские предприниматели? Да, но также и из Узбекистана. Думаю, что сейчас для страны исторический момент, когда нужно стремиться в сторону технологического ноу-хау. Создание собственных индустрий и превращаться из импортера в экспортера. К примеру, только что был подписан важный контракт по развитию металлургической отрасли между итальянской компанией Даниэли, Узметкомбинатом и Тошкент Металлургия Завода. Я думаю, что это только начало того, что мы можем сделать совместными усилиями. Я думаю, что благодаря этому соглашению Узбекистан станет крупным экспортером металлургической продукции через несколько лет. О важности возобновления после 18-летней паузы прямого диалога между руководителями двух стран отметил президент Итальянской республики Сержио Матарелло. В ходе вручения верительной грамоты от президента Шавката Мерзьёева, вновь назначенным чрезвычайным полномочным послом Узбекистана в Италии Оттабеком Акбаровым, во время состоявшейся краткой беседы Сержио Матарелло подчеркнул, что сейчас самое подходящее время для налаживания сотрудничества между странами. На ваш взгляд, почему он сказал эту фразу именно сейчас? По двум причинам. Первое. Президент Матарелло очень активен в установлении политических отношений с зарубежными странами. Так что это его личная перспектива. Второе. Новое правительство Италии пытается наверстать упущенное и наладить связи с государствами, с которыми мы уже давно не сотрудничали. И так нами движет концепция взаимовыгоды. То есть мы готовы сотрудничать со всеми странами, которые открыты для нас, и так, чтобы обе стороны получали от этого пользу. Сержио Матарелло знает, что сейчас с новым правительством нужно продвигать новую глобальную стратегию. Так что это хорошая возможность для всех. В Италии состоялся 11-й Евразийский экономический форум под названием «Искусство и инновации. Экономика доверия, дипломатия, бизнеса от Атлантики до Тихого океана». И в этом году делегация республики впервые приняла участие в данном мероприятии. В ходе дискуссии была затронута тема активизации сотрудничества по обеспечению энергетической безопасности стран Евразии. Как вы относитесь к этому вопросу? Это то, на что мы делаем упор. Но это краткосрочная и среднесрочная перспектива. Но долгосрочной перспективой Италии является развитие альтернативной энергетики. Мы прилагаем все усилия для достижения этой цели. Более того, население Италии желает этого. Вы прекрасно знаете, что когда люди просят что-то у правительства, и оно прислушивается к ним, то все перемены происходят очень плавно. Нам всем нужно диверсифицировать нефтегазовую отрасль и задуматься об альтернативной энергетике в будущем. Сейчас Узбекистан сотрудничает со многими странами, приезжает много инвесторов. При этом в ходе недели итальянского туризма, которая недавно закончилась, я услышал интересную фразу. Италия является правильным партнером для сотрудничества, особенно в сфере туризма. Почему именно Италия? Когда речь идет о туризме, честно скажу, Италия – это самый правильный партнер. Ну, учитывая еще тот факт, что у вас 200-летний опыт в туриндустрии. Честно, мы лучшие в туризме. В общем, я бы сказал, что мы виновны в том, что в последние годы не фокусировались на эту часть мира, на этот регион в плане инвестиций. Возможно, наши предприятия боялись близкого контакта с местными предприятиями. По этой причине в начале нашей беседы я сказал, что политика нового руководства Узбекистана – это возможность для всех. И поэтому сегодня я здесь, и итальянские институты заинтересованы в содействии предпринимателям двух стран для сотрудничества. Мистер Ди Стефано, спасибо за интервью для Узрепорт ТВ. Спасибо. Для меня удовольствие быть сегодня здесь. Надеемся на лучшее и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами. Абсолютно. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!